никита привет привет друзья суть этого видео максимально простая мы взяли самый популярный гибрид toyota aqua и в этом видео мы хотим своими руками с нами нету никого из гибрид сервис алексей нету максима нету и мы своими руками с никитой вдвоем сделаем полную точку aqua чтобы показать тем людям которые звонят нам из регионов из городов где нету гибрид сервисов и они беспокоятся о том как они будут обслуживать свои гибриды и даже после наших видео с подробным описанием как делать то на гибридных машин по все виды гибридов сняли и люди все равно не верят вот никита общается с вами каждый ребят действительно общаемся постоянно каждый день одни и те же вопросы задаете как мы будем у себя на урале в иркутске где-нибудь там в екатеринбурге обслуживать гибрид что у нас нет ни гибрид сервисов нет ни опыта работы с этими батарейками в общем сегодня мы как два простых обывателя грубо говоря пользователя без чьей-либо помощи в опираться на видео из на наш обзор с гибрид сервиса да может быть там в экстренный случай кому-нибудь позвоним но своими руками мы сегодня сделаем т.о. из той же серии чем мы занимались всю прошлую зиму поэтому давать начнем друзья итак ребята нам предоставили один бокс в автосервисе мы не будем пользоваться сегодня никаким пневматическим оборудование нас нет подъемника у нас бокс теплые условия у нас яма и все необходимые инструменты которые я думаю есть вообще практически у каждого до набор ключей набор фильтров необходимых и все технические жидкости которые нам сегодня понадобятся чем мы будем вообще сегодня заниматься нам нужно поменять масло в двс масло в планетарной трансмиссии нам нужно поменять воздушные салона воздушные двигателя и посмотреть контакты медные на батарейке хоть у машины небольшой пробег там что-то 18 тысяч но у нас же эксперимент то есть сможем ли мы все сделать то что мы делали в гибрид сервисе по этой машине сможем ли мы сделать в кустарных условиях вот ну типа в продвинутом гараже и вы в своем городе типа сможете ли вы сделать в обычном сервисе вы есть насколько помню еще заслонку чистили да точно это же классика дроссель всегда если ты открываешь капот то ну как бы мимо дросселя пройти нельзя друзья в общем так как это чистой воды эксперимент и интересно за сколько мы справимся вот все начинаем кладу телефон вот давай начнем мотора я я 0 напоминаю я мой вообще поэтому но ты стерео никиты справишься с заменой воздушного фильтра скажем да попробуем вот начинай с этого перчатки вон там я пойду сливать масло это электрические предохранители а где он никита кто где фильтр старый старого нет пусть это новый это новый старого нет смысле ты вытащил и нет фильтра нет фильтра тачка пришла без воздушного фильтра классе но не эти серьезно я открыл 300 рублей но я не знаю две минуты у нас сделано поменим фильтр пока на моторе я думаю девушки вряд ли будут смотреть этот обзор максимально неинтересно для них будет в общем для начала мы поменяем масло здесь особой сложности никакой нету но защитку надо открутить и постараться так чтобы вот все болтики которые мы выкрутим чтобы они у нас не потерялись ну чё там никит у меня пока делать нечего это по спорту да ну чё светлая да да масло чистенько тебе надо снять этот хомут по статижами вот так вот чап поднять назад серёга тебе пускай потому что он тоже в теме самое главное заполнить запомнить чего откуда вытащили и ничего не забыть потому что из-за таких штук может быть подсос воздуха машина начнет троить чековать какие-нибудь ошибочки нам зажигать так но это в принципе нам не сильно мешает я может отогнуть вот четыре болта раз-два и сверху три-четыре только аккуратно с проводами выкручивай и не потеряй болты ок я не удивлюсь если в японии не может быть его просто меняет кого заслонку цену зачем ты же целый механизм ну а ты чё думаешь они просто вот карба клинером поливают и ветошь и протирают ну да что-то на японцев не походит просто не был в японии но есть же японская крутая химия для для этого всего да и там это заказали русские чтобы японцы сделали но такая знаешь для 18000 нигде ты еще раз зачем чё делает дроссель регулирует подачу воздуха правильно да если он грязный значит он ну как-то то ли много то ли но закусывая да где-то грязи же видишь на старых машинах она была тросикова то есть механическая тросиком открывал закрывала здесь она полностью электронная то есть вот он блок управления и поэтому если абразив попадает под заслонку на месте контакта может быть подсос воздуха могут нам плавать обороты может и долго реагировать на газ машина может соответственно и отсюда и расход топлива повышается да то есть машина у нас неадекватно реагирует грубо говоря нажатия педаль газа поэтому нас топливно-воздушная смесь будет страдать короче дроссель должен быть но в идеале постоянно чистым в моторе должно быть все чистое постоянно но дроссель это самый простой с машина через него дышит тогда почему люди постоянно они опять чистят дроссель ну то есть как будто но но потому что основные у нас процедуры для того чтобы машина ваша чувства они всегда будут одинаково всегда будут повторяться слушай но вот мы вот снимаем это по моему стоит тысячу рублей знаешь но сколько мы вот тут вот полторы по моему раньше это стоило но это стоит своих денег я тебе так скажу достаточно покажи ну конечно блестит огонь ну так я сколько их начистил максималочка все теперь все то же самое что ты делал так в обратном порядке ребят смотрите я снял масляный фильтр и могу вам сказать что ложки его точно снял не достал грязный из этого из этого какого из поддона да да нет масло ну темное не знаю видно нет на видео но абсолютно прям как сейчас профессионал буду говорить однородная жидкость по запаху блин ну пахнет маслом никакой стружки ничего нету поэтому 18000 пробега на 20 будем заливать да будем заливать на 20 гибрид 25 даже 24 ой пробку забыл закрутить а где так бы это вот такие вот горе механики вот так вот все и не закручивать я помню забыл закрутить маслозаливную крышку и их с мотором короче вот но ничего не близкало вот но в общем механики еще тот в общем охлаждающая жидкость на dvs и на инвертор до минус 25 поэтому но тут у нас как бы тепло и зависимости от того в какой город поедет машина поэтому там человек сам разберется клиент что ему заливать побольше либо оставить так я вообще до того как мы начали возить тачки в гибрид сервис алексей мне рассказал вот это вот вот эту подзорную трубу показал я вообще в своих машинах никогда не проверял сколько у меня там охлаждайка но может не замерзать вообще первый раз только у ребят узнал там меньше года назад во владивостоке минус 25 у меня кран был все нормально все машины у меня были ну типа в пределах там 25 сайт тоже все то же самое поэтому нормально так никит что мы сделали по сняли помыли дроссель слили бан этот масло снили масло с двс и слили масло с коробки проверили антифриз с коробки до слили масло с коробки с но сливается данный момент планетарная трансмиссия вообще но это коробка хоть мы в самаре но самаре это точно коробка ну чё 46 минута идет все нормально пока пока нормально макс конечно в гибрид сервисе это вообще просто слушай реально как трусы перед баней вообще я так все что все снято почищено но мы и не макс с оттуда а сергей никита да siri объем заливки в мотор 1 nz fx e toyota aqua так 37 можно покупать баклажку масло четверку да еще остается на доливку ну как обычно вас в россии оставляют но с этими моторами у которых вообще один nz даже с пробегом 118 вам на доливку ничего не надо но это ж новый nz который уже не масложрующий да это не 20 плюс баклажка стоит 2 850 допустим молли green 2 850 она сейчас стоит даже по текущему курсу 77 рублей вот ну поэтому бюджетно кстати мы потом еще подведем итоги сколько нам это все стоило масло друзья мы залили молли green молли green гибрид вязкость 0 в 20 сколько лет я этим занимался когда-то раньше да во все гражданские тачки или 0 20 гибрид гибридными да никаких проблем не было поэтому все будет я лил во все свои машины да ну даже в лексуса ну вот мы все помним эту историю ну поднищу все хорошо но тут другая немножко я полторашка и твои три с половиной не странно я даже кроме рейзды да у меня даже кровать ездил вот сайл классно доступно японское масло недорогое и и мне поддельно и не поддельная да действительно поэтому я во все свои тачки тоже его ли друзья я пойду заливать масло в трансмиссию в планетарку а ты тогда начинай снимать батарейку помнишь как лидер с ковырял около трех с половиной литров у нас объем поэтому нам понадобится жидкость вот мы будем заливать жидкости сель тоже уже хорошо себя зарекомендовала преднази к ней нету значит для того чтобы слить жидкость выкручиваем сливную пробку это мы говорим сейчас про трансмиссию друзья сливную пробку она находится вот здесь в нижней части заблаговременно откручиваем такой пластмассовый лючок я думаю здесь все понятно интуитивно и ребята не забывать в какой век мы живем youtube полон всяких роликов обзоров и так далее поэтому смотрите я думаю разберетесь вот и заливная пробка ребята она у нас находится вот здесь вот с местом сочленения привода с в общем там где привод заходит друзья рядышком пробка у нас заливная поэтому вам понадобится шприц вот такой вот классный нам ребята из гринавта доложили или любой практически просто большого объема шприц вам подойдет возьмите шлангу на побольше так все это не расплескать по всему днищу все погнали вообще около трех с половиной литров должно войти но у нас тут все просто пока не польется у нас и заливной ну что ребята и сделанного мы поменяли жидкости поменяли моторное масло поменяли масло в трансмиссии от fvs мы залили туда тесельку и молли грин в мотор посмотрели уровень кристаллизации то есть степень замерзания антифрица в двух контурах 25 градусов менять не будем но посмотрим куда машина поедет если что порекомендуем клиенту так все все масла залили все собрали почистили дроссельную заслонку и нам осталось только разбор батарейки посмотрим в каком состоянии нас находятся контакты если они окислились мы их поменяем чем у нас сейчас и занимать сергей а я пока немножко приберусь чтобы мне потом ребята сервисово по голове не давали за свои инструменты пачками не ребята есть еще один нюанс без которого вы в самаре ну или где там вы будете это делать не справитесь с таким то максимальный романтик просто ты посмотри какая красота для ну что друзья вот он самый страшный элемент так скажем сердце гибрида это батарейка никель металл гидрейт правильно здесь да вот давайте глянем из чего она состоит в общем здесь есть следы окисления контактов на что это влияет это влияет на зарядку и разрядку элементов батареи то есть они разряжаются заряжаются неравномерно батарея портится и отдает тоже ну в общем неэффективно то есть соответственно вас гибрид в общем самое наверное главное в этой машине вас работает неправильно вот и вроде бы пробег до 18 тысяч но видно где-то возле моря бегала машина и поэтому в общем требует их замены их можно я уже забыл можно посмотреть предыдущую серию про аку как мы делали гибрид сервисе не называют состав которым они очищают от матча вот эти контакты вот я заехал к взял уже очищенные вот такие вот они медные по моему да вот эти контакты они уже очищены то есть мы сейчас крутим те которые под замену и я потом алексей отвезу их и они почистят вот и спасибо алексей гибрид сервиса то что предоставил нам уже очищенные контакты вот в общем процедура она там ну тоже там стоит каких-то денег гибрид сервисе но 5 тысяч рублей я помню 5 тысяч рублей но это вот просто с прошлого обзора но сколько разбирать до снять поменять но почистную почищенные поставить они что же дай замачивают и ставят уже готовы а свои забирают снятое забирает и потом в общем это надо делать это надо делать то есть и когда ты покупаешь гибридную тачку на никель металл гидриде не на литий он и это обязательно то есть но это не так сложно я могу сказать просто ну надо времени выделить буквально сколько тебе занялось 5 и ну минут наверно 30-40 снять сидушку снять батарейку и сейчас мы открутим я так полагаю да по две гаечки которая держит контакта меняем саму пластинку и все очистить я думаю что их можно типа вот такого же баллончика есть только очиститель контактов они замачивают чем-то ну вот подобная же химия которая для очистки контактов и так далее всякие радиолюбители я думаю тут раз уже догадаются здесь как бы японские контакты точно такие же как и русские ну что сколько времени у нас там на часа 253 253 нормально нормально мы за два часа ну грубо говоря за три часа мы слили масло поменяли масло поменяли масло в автомате почистили дроссельную заслонку со снятием сняли батарею полностью ее расчехлили поменяли окислившиеся контакты и собрали это все обратно поэтому ни одного лишнего болтика не осталось короче жидкости вообще самая легкая была дроссель это самая легкая вот с батарейкой когда не знаешь как вот эти кожухи друг на друга там одеваются прям я прям чувствую я прям напрягаюсь как это на уроке математики так но еще я тут подумал когда мы все собирали а если загорится чек если она заведется и загорится чек я пошел лавина победы уже так возле мотора так ну я включил aqua это что вода получается ready но все все чек не горит все окей победа вот и toyota 2 обывателя разобрали разобрали батарейки гибридные системы на самом деле все было реально просто и когда ты на опыте вообще это очень легко я первый раз вообще с этим столкнулся на самом деле открутил гаечку поменял контактики поставил все купили себе жидкость там очиститель контактов какой-нибудь самый простой в радиотехническом магазине и вот гибрид у вас прослужит еще многие многие долгие долгие годы в общем если у вас есть более-менее гараж с ямой можете сами заниматься этими машинами у себя в гараже менять это все там что-то чистить вот ну а так в общем сервис любой с толковыми ребятами вообще просто обычными механиками которые понимают там как что отстегивать там пробег 18000 у этой малышки у нее уже были окисленные контакты как я говорил при разборе батарейки это влияет на заряд заряд батареи то есть она немного некорректно работает вот это равно через там типа год полтора-два это чревато ну в общем вас просадка по батарее идет вот в общем поэтому этим надо заниматься особенно если у вас какой-то влажный климат типа Владивосток вот в общем друзья покупайте гибриды ничего сложного нету вот я думаю это видео показало что тойота даже там в семнадцатом восемнадцатом году автомобилях гибридных которых боятся в россии в общем ничего сложного нет ребята благодарочка большая респект автосервису green auto который нам любезно предоставил абсолютно бесплатно это никакая не реклама ребят просто сказали ребят хотите обзор снять пожалуйста заезжайте бокс ваш считаем расходы боксом предоставили бесплатно считаем просто расходники литры воздуха на эти все короче масло и точка 7 на мотор на 37 литров по 620 рублей 2 300 грубо говоря вообще так плюс фильтр масляный до 350 рублей окей не то плюс фильтр воздушный avantec 300 рублей плюс фильтр сталонный 400 рублей так что мы еще заливали мы еще заливали трансмиссию атфвс три с половиной литра я залил по 700 рублей литр сколько три с половиной литр и с половиной литра семью вес 2 4 50 2 4 50 почти не почти а 2 4 50 хорошо 2 4 50 и сколько получилось больше мы ну да считай контакты мы почистили поставили старое все из расходников да ну грубо говоря 6000 рублей но в вашем городе но может это будет с работы там стоит 10 наверно но еще понадобится вам баллончик очистителя да для дресса тонкий карбоклинир там тоже в районе там 400 рублей он стоит в владивостоке не знаю как вашем регионе но аналогов полным полно друзья в общем пишите внизу ваш комментарий если владеете тачкой в регионе в каком-то городе где нету специализированного сервиса напишите ваш опыт вообще что он говорили механики когда вы привозили ему свое гибридное чудо и в общем они говорили да типа два часа работы все будет готово либо они ну там два дня воевали с вашей машиной вот будет внизу интересно почитать ваши отзывы ребят ну все лайк подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля